Друзья, привет! С вами снова Стас Быков и сегодня я бы хотел вам рассказать интересную очень тему, которая позволяет правильно стартануть на ютубе. Очень важно понять и применить эти принципы, которые я сегодня буду говорить. Всего будет 5 качеств, которые необходимо вам для себя примерить, понять, пройти каждые качества и тогда вы поймёте, получится у вас что-то на ютубе или нет. Данное качество необходимо иметь каждому автору, который хочет какого-то результата на ютубе. Итак, давайте начнём. Первое качество это осознанность. Вам нужно понимать, что вы делаете на ютубе, в чём вы специалист, какие темы вам интересны, в чём вы хотите развиваться. Это очень важный момент и от этого качества, от осознанности будет всё зависеть. Вы должны чётко понимать, кто вы и что вы делаете здесь. Если вы занимаетесь, например, у вас хобби рыбалка или профессиональная деятельность, конечно, выбирайте тему рыбалка, рыболовство, всё, что с этим связано. Если вы разбираетесь в машинах, то, конечно, что-то с машинами. Я рекомендую, чтобы ваше дело, которое вам нравится, оно вам приносило радость, во-первых, и, во-вторых, вы именно на эту тему начинали записывать свои видеоролики на своём тематическом канале. Потому что зрители, они чувствуют, если вы будете рассказывать о своём хобби, они поймут, что это сделано с любовью, с душой, и они ещё больше будут к вам притягиваться. Поэтому очень важен первый шаг и первое качество – это осознанность и понимание того, что вы делаете. Второй шаг – это планирование. Все эти качества, они очень важны, и они только в комплексе работают. Планирование – вам необходимо планировать то, что вы будете делать. Вспоминайте правила, то есть, если у вас есть большая цель, её необходимо декомпозировать, то есть, на маленькие этапы разбить, тогда она будет казаться не такой большой, не такой недостижимой, и вы будете потихоньку-потихоньку идти. Именно вот это планирование необходимо сделать для того, чтобы у вас день, неделя, месяц, год проходили эффективно. То есть, вы должны вписать своё расписание, работу на YouTube. У меня, например, Google Календарь. Вы тоже можете любой календарь использовать или органайзер, который вам нравится. Я рекомендую Google Календарь. То есть, вы делаете, например, с 8 до 6 вы работаете на основной работе, а вечером с 8 до 10 вы уделяете YouTube. То есть, очень важно, чтобы было вот это планирование. Иначе, если не будет планирования, вы будете просто тратить время впустую. Вы захотите посмотреть фильм, вы захотите почитать какой-то журнал, посидеть на YouTube, посмотреть чьи-то другие видеоролики. Вы сможете просто быть в социальных сетях или пойти куда-то в гости. То есть, у вас всё будет отвлекать от той цели, которую вы себе наметили. А вы должны чётко представлять, что вам нужно. Это первое качество, это осознанность. Второе, это планирование. То есть, когда у вас всё распланировано, ничто у вас не собьёт с этого пути к вашей цели. Третье, это действия. Конечно, после того, как вы спланировали, необходимо действовать, проявлять какие-то действия в сторону вашей цели. Необходимо снимать видео, необходимо ездить в какие-то места, где вы делаете съёмку. Необходимо купить оборудование или найти какое-то оборудование, взять в аренду. Но необходимые действия, делать монтаж, делать съёмку, делать оптимизацию видеороликов, выкладывать их на YouTube и делать распространение в интернете, в социальных сетях, на форумах. Без действия ничего вообще не будет. Но очень важно, чтобы у вас была осознанность и всё было спланировано. Далее вы начинаете действовать. И следующее, четвёртое качество, это дисциплина. То есть, одно действие вам принесёт мелкий результат, но оно вас не приведёт к цели. Очень важно, чтобы у вас была дисциплина постоянно выполнять периодические действия, которые вы запланировали на основе той осознанности и понимания, зачем вы вообще на YouTube. Видите, как всё очень взаимосвязано. Пересмотрите это видео, если вам что-то непонятно, но это очень важно. И поймите, на основе этого будет складываться ваш успех, да вообще в любом деле, не только на YouTube. Поэтому дисциплина вам позволяет чётко выполнять то, что вы ранее наметили. Знаете, кто побеждает вообще в жизни, кто добивается результата? Те люди, которые дисциплинированы, которые не дают себе слабину, не расслабляются, а только действуют. Действуют, действуют, действуют. Успех – это постоянное движение к вашим целям. Только когда вы усердно трудитесь, вы замотивированы, у вас прям глаза горят, и вам хочется это сделать, этого добиться, вы будете постоянно находиться в таком состоянии, что вам хочется это сделать. И когда вы будете каждый день уделять по несколько часов для YouTube, для вашей любимой темы, конечно же, у вас всё будет получаться полгода, год, два, месяц. Вы заметите реально, как через это время вы лично прокачаетесь. Вы получите результаты на канале, у вас будут подписчики, у вас будут просмотры. Весь секрет в дисциплине и в выполнении тех задач, которые вы ранее наметили. Так и достигается успех. Людям со стороны кажется, что человек добивается успеха случайно, ему повезло. Но на самом деле за этим стоит большой труд. И пятое качество, которым необходимо просто обладать – это аналитика вашей деятельности. После того, как вы всё это сделали, вы обязательно должны анализировать то, что вы сделали, каких результатов вы добились. Потому что очень часто люди, не анализируя, просто двигаются не в том направлении, делают не то, не делают работу над ошибками. Это большая ошибка и это неправильно. Вы должны анализировать каждый шаг, каждую неделю, каждый месяц, подводите итоги вашей деятельности. Что вы делаете, каким результатом это привело. Может быть, что-то стоит улучшить, может быть, стоит купить другую камеру, сменить подачу. А это всё необходимо, вы получите только на основе анализа. Смотрите YouTube Analytics, там всё понятно. Какое удержание сейчас у вас на видео, сколько просмотров набирают. Это необходимо постоянно анализировать, все эти данные, и на основе них уже принимать решения. Действовать дальше или что-то поменять. Вот эти пять качеств, если вы ими, всеми будете обладать, вы очень быстро добьётесь успеха в любом деле, не только на YouTube. Конечно, любой проект это сложности, это препятствия, это что-то неизвестное. Но когда вы будете действовать, вы будете улучшать себя, вы будете сами прокачиваться, вы будете совершенствовать в том деле, в котором занимаетесь. Я уверяю вас, что через полгода постоянных действий у вас будет результат. У вас по-любому будет результат. Именно поэтому сейчас в начале года дайте себе слово выполнить всё, что я сегодня вам сказал. Прокачивайте в себе все этих пять качеств. Осознанность, планирование, действия, дисциплина и, конечно же, аналитика. Я хочу, чтобы вы вместе со мной добивались успеха на YouTube и вообще в любых других интернет-проектах. Только вместе мы можем работать над чем-то единым, вместе друг друга поддерживать, добиваться результатов. Именно поэтому приходите на мои прямые эфиры по субботам в 19.00 по Москве. Вступайте в клуб по интересам, где вы можете вступить в клуб по YouTube, по Яндекс, Дзену, по Instagram, по ВКонтакте. То есть, что вас интересует, туда и вступайте. Они бесплатные. Также подписывайтесь на мой канал, это мой основной канал. Также у меня есть второй канал, программист. Ссылку на него тоже оставлю в описании. Поддержите меня, я тоже хочу с Нового года начать свой второй канал. Ваша мотивация мне поможет. То есть, пожалуйста, если у вас есть возможности, можете подписаться и в крайнем видео написать какой-нибудь комментарий, чтобы меня замотивировать снимать новые видео на втором канале. Поставьте лайк, если видео сегодня было вам полезно, я вас немного замотивировал. И вместе мы добьемся результатов. До новых встреч. Пока-пока.